Всем добрый день, всем мира и добра! Меня зовут Валерия. Сегодня мы с вами снова будем говорить про здоровье, точнее про работу и здоровье головного мозга. Я, кстати, это видео даже хотела назвать, почему в СССР были такие умные люди. Я думаю, вы дальше поймете почему. Но еще раз проговорю, что сегодняшнее видео это про работу и про здоровье головного мозга. Это про депрессию пожилых людей, про болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, в целом про деменцию, в общем-то все эти нехорошие вещи, которые могут случиться, особенно с возрастом, из-за каких-то сбоев, из-за каких-то нехороших процессов в работе головного мозга. А все почему? Потому что мы с вами живем в такое время, когда испытываем дефицит определенного липида. Во-первых, мы можем испытывать дефицит этого липида из-за того, что стрессуем. И стресс съедает просто запасы этого липида, этого жира в нашем организме. С другой стороны, мы с вами это вещество не всегда можем дополучать с продуктами питания. Это вещество является одним из главных строительных материалов нашей нервной системы, в частности головного мозга. И если мы с вами испытываем уже дефицит поступления, да при этом еще с вами сильно стрессуем, то неудивительно, что наш головной мозг начинает страдать от недостатки основного строительного вещества. И как следствие у нас появляется куча всяких проблем. Еще раз повторю, депрессии, деменции, болезни Альцгеймера, Паркинсона. В общем-то ничего хорошего нам не сулит. Так вот, что же это за липид, что же это за вещество, от которого зависит работа головного мозга? А это не что иное, как фосфатидилсирин. Именно фосфатидилсирин является одним из главных питательных веществ головного мозга. И именно при депрессии у стариков, при болезни Альцгеймера, при болезни Паркинсона, при деменции наблюдается как раз-таки дефицит вот этого вещества. И почему, кстати, при стрессе очень многие люди, у них начинаются проблемы с мышлением, с памятью, потому что наш организм очень быстро расходует фосфатидилсирин. Поэтому, если вы, например, когда болели, особенно коронавирусной инфекцией, и попадали в руки хорошему врачу, или, по крайней мере, консультировались у хорошего невропатолога, вам могли назначить препараты с фосфатидилсирином. Поскольку именно эти препараты, неважно, таблетки, аптечные или БАДы, они восстанавливают, нормализуют работу головного мозга, они улучшают настроение и улучшают поведение. Не зря фосфатидилсирин называют нейрооптимизатор. И рекомендуют нам ежедневно, начиная с 50-летнего возраста даже, проходить курсы и принимать порядка 100 мг, даже 2-3 раза в день именно этого препарата. Фосфатидилсирин – это естественный липид для нашего организма. Хотя получается из фосфатидилхолина, из лицетина. Поэтому для восстановления работы головного мозга нам иногда могут назначить даже разные препараты аптечные и разные БАДы. Например, тот же самый фосфатидилсирин, фосфатидилхолин или просто назначить препараты лицетина. Но именно для восстановления работы головного мозга нам все-таки рекомендуют именно фосфатидилсирин, поскольку он является активным строителем мембраны клеток. И фосфатидилсирин – самый распространенный липид в коре головного мозга. А кора головного мозга – это та часть, которая отвечает за высшие мыслительные процессы, то есть за нашу речь, за мышление, за память, за познание. И, кстати, именно фосфатидилсирин легко проникает через гематоэнцефалический барьер. Я вам уже говорила в каком-то из видео, что это естественная защита нашего мозга. Тем самым он предотвращает повреждения и генеративные изменения нервных клеток. Вот когда мы с вами говорим, что нервные клетки не восстанавливаются, на самом деле тоже благодаря фосфатидилсирину нервные клетки могут восстанавливаться. Итак, еще раз резюмирую. Фосфатидилсирин – очень важный липид для нашего мозга, для коры головного мозга. И он очень важен как для молодых людей, например, в состоянии стресса. Ну, например, ученики даже когда нервничают, им желательно употреблять препараты с фосфатидилсирином. Пожилым людям, например, фосфатидилсирин рекомендуют для профилактики возрастных изменений в головном мозге, для профилактики болезни Альцгеймера, Паркинсона, да в принципе для профилактики деменции и просто как препарат, который улучшает память. И тем более пожилым людям рекомендуется употреблять фосфатидилсирин, если они переболели. Или если они находятся в стрессовом состоянии, или у них чувство тревожности, или чувство бессонницы, помним, что стресс съедает запасы фосфатидилсирина. Так вот, где мы с вами можем взять фосфатидилсирин помимо БАДов? Вот мы с вами не трогаем БАДы. Давайте поговорим сейчас про натуральные продукты, которые нам могут предоставить достаточное количество фосфатидилсирина. И снова-таки мы здесь упираемся в то, что прежде всего нам рекомендуют употреблять животные белки, а именно мясо, в частности говядину и рыбу. А если мы с вами посмотрим на растительные продукты, то прежде всего нам рекомендуют употреблять фасоль и сою. Но не все люди могут употреблять БАБО, особенно у кого подагра. Поэтому мы с вами возвращаемся к Советскому Союзу. Помните, насколько популярны были бабушки с семечками, семки. Так вот, один из основных источников фосфатидилсирина, как бы ни парадоксально это было, это семечки подсолнечника. И вот тот самый лицетин подсолнечника, можно встретить в БАДах просто лицетин, а можно даже встретить БАДы, на которых будет написано фосфатидилсирин, полученный из-за лицетина подсолнечника. Поэтому кушайте на здоровье семечки подсолнечника. Единственное, конечно, если посмотреть на калорийные семечки, то они достаточно калорийные. Но тем не менее, каждый день съедать по чуть-чуть семечек, вот вам источник лицетина, вот вам источник фосфатидилсирина. Так что кушайте семечки на здоровье. И постскриптум. Я уже произнесла такое слово, как фосфатидилхолин, и проговорила, что фосфатидилсирин участвует в строительстве клеточных мембран. Так вот, мы с вами знаем такой аптечный препарат, как эссенциали форта, который тоже в себе содержит фосфолипиды. И употребляя эссенциали форты, вы точно так же можете получить фосфатидилсирин, благодаря тому, что в нашем организме из вот этих самых фосфолипидов эссенциали будет образовываться фосфатидилсирин. То есть мы с вами с одной стороны лечим печень, а с другой стороны помогаем восстановить нервную систему. Это тоже такой подспутный бонус применения препарата эссенциали. Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше суперспасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз, огромнейшая вам благодарность от меня. Так что берите к сведению эту информацию, еще раз кушайте на здоровье семечки и будьте здоровы!